На этой неделе мы читаем главу Нох, главу про потоп, про Нох, про единственного человека, которого в Всевышней смеси с его семьей решил сохранить из всего этого поколения. Глава начинается такими словами, что Нох праведником был в своем поколении, и комментаторы поддираются к слову праведником, и говорят, что вот в своем-то поколении он был праведником, но если бы он был в поколении Авраама, он таким большим праведником бы не был. Знаете, как анекдот, как в Петербурге найти площадь Ленина? Очень просто, надо длину Ленина умножить на ширину Ленина, и вы найдете площадь Ленина. Вот, Нох, своя его зона ответственности был он и его семья, а вот Авраам считал себя ответственным за все окружающие его народы, за всю ту местность, в которой он жил. И вот это отличная особенность значимого, большого человека, масштабного, масштабной личности. И это был такой визитной карточкой, на мой взгляд, евреев, которые в Советском Союзе занимали какие-то должности, были какими-то управленцами. Я встречаю это на кладбище. Если кто не знает, я возглавляю похоронную службу Петербургской рейской общины. Очень часто приходят люди и рассказывают, что вот когда ты попадал в зону ответственности такого человека, ты проваливался в его внутренний мир. Тебя учили, тебя воспитывали, интересовались интересами твоей семьи и твоей личной жизни. То есть ты попадал в такую огромную зону ответственности. Вот. Когда-то Березовского спросили, что вы считаете, почему так много бизнесменов в евреев? Он сказал, что евреев очень хорошо держат удар. На мой взгляд, именно вот эта широкая зона ответственности отличал и отличает таких крупных известных еврейских управленцев, бизнесменов. Ну и часто это и играет плохую шутку с ними. Один из любимых фильмов такой фильм «Ангелы революции». Вот там об этом, как люди с широкой зоной ответственности становятся заложниками своих идей. Не буду спорить. Смотрите сами и хорошей субботы.